Здравствуйте! Время новостей в Туле. С вами Светлана Денброва. На ямочный ремонт в Туле потратят полмиллиона рублей. На сайте госзакупок размещено объявление об аукционе заказчика управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Цена закупки почти 499 тысяч. Источник финансирования – бюджет Тулы. Общая площадь ямочного ремонта толщиной слоя 5 сантиметров – 368 квадратных метров. А вот общая площадь ямочного ремонта толщиной слоя 7 сантиметров – 85 метров квадратных. Администрация Тулы возьмет кредиты в сумме 600 миллионов рублей. Объявлено сразу 4 аукциона на оказание банковских услуг на открытие невозобновляемой кредитной линии. Цель кредита – финансирование дефицита бюджета города Тулы и погашение муниципальных долговых обязательств. Выборка кредитов осуществляется с момента заключения контракта до 1 сентября 2018 года. Болгарские СМИ заподозрили Тульский Арсенал в теневых схемах при осуществлении трансферов. О тонкостях возможного перехода нападающего Софийского ЦСКА Фернанда Каранга пишет издание «Меридиан Матч». В сообщении говорится, что Арсенал готов заплатить за игрока 5 миллионов долларов. Однако в Туле попросили 30% от суммы вернуть обратно. На такие махинации руководство Софийского клуба не пошло. Однако переход Каранга все-таки не исключен в случае чистой сделки. Нападающего также соблазняют довольно высокой зарплатой. В нынешнем сезоне Каранга забил за ЦСКА 24 мяча в 27 играх. Желтый уровень погодной опасности объявил Гидрометцентр России в Тульской области. По прогнозам синоптиков, в регионе днем 3 мая ожидаются грозы и ветер. Местами кратковременный дождь. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. При этом столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин